Возможность задать свои вопросы президенту получили представители как центральных, так и местных средств массовой информации. Первый вопрос – это уже традиция дожинок о впечатлениях от обновленного города. Самое приятное для меня, что вы сами обновились. Люди, личане обновились. Это совсем другие люди. Они не такие зажатые, они не такие, знаете, неразворотливые, все такие смелые, красивые, открытые. Вот это главное изменение, когда я иду мимо людей, это вижу, это меня больше всего радует. А то, что мы здесь сделали вместе с вами, своими руками, это не проблема. Это мы сделаем не только в Лидии, в других городах и сделали уже не только в Лидии. Это все второстепенно. Главное – это вы и ваши души, ваши глаза и ваши сердца. Вот в этом плане вы изменились, как мне кажется. Беларусь обеспечила свою продовольственную безопасность даже в сложный год, когда Европа терзала засуха. Нет ли опасности, что наши продукты будут скупать и перепродавать, но уже за границей. А такое уже было в истории. Я вас уверяю, что без куска хлеба, без крупы, без мяса и молока наша Беларусь никогда не останется. Потому что у нас есть откуда это взять, у нас есть нормальные запасы. По большому счету, я не говорю, что мы там картошку положили на хранение больше, чем в прошлом году. Это все детали. У нас не выразено поголовье скота, коров, значит будет молоко. У нас прибавили мы значительно поголовье мясное, значит будет мясо. И этот запас, который сегодня находится на фермах, его никто никуда не вывезет. Если уж на то пошло, если будет трудно, то мы найдем схему, как по приемлемой цене свою продукцию довести до потребителей Беларуси. Это первое. Второе. Да, мы страна с открытой экономикой. И то, что нам нужно еще вот этот баланс осуществить платежный, чтобы у нас достаточно было валюты, это тоже факт. Поэтому мы сегодня не теряемся, насколько это возможно, в разные концы света продаем все, что сегодня подлежит реализации на экспорт. Повышение зарплат, пенсий. Часть экспертов связывает это с предвыборной кампанией. Даже высказали мнение, мол, после 19 декабря страну ждет разве что повышение тарифов на ЖКХ. Президента попросили прокомментировать такие прогнозы. То ли еще будет. Вот до 19, 19 выбора, до 19 декабря вам столько напишут и столько расскажут, что вы сами удивитесь. Журналисты, люди, сведущие. Вы же помните, нас пугали уже много-много раз и девальвацией, и ростом цен, и обвалом, и уничтожением, и по петушиному, по птичьим и кукарекали, и кричали, и по свинячьи визжали. Помните этот птичий гриб и свиной гриб? И чего только нам не говорили. Я всегда, вам честно и откровенно, вы меня упрекнуть не можете, есть с чем сравнить, говорил, успокойтесь, белорусы. Если завтра будет трудно, я сам вам об этом скажу. Я в этом буду заинтересован, чтобы люди подготовились. Сегодня нет никакой критической ситуации. Но нашим оппонентам, так называемым, я их врагами назвал народа, они, правда, не очень согласны, но еще раз, полтору, нашим врагам народа выгодно дестабилизировать обстановку, будь то на финансовом рынке, будь то в сфере цен, будь то политические, экономические, как угодно, в сфере безопасности, для того, чтобы даже не выиграть эти выборы, а показать, что вот Лукашенко не способен. И вот вы, белорусы, за него проголосуете, но все равно, вы допустили помылку, ошибку там и так далее. Все это политика. Пройдет Новый год, посмотрите, про это перестанут писать. Но я хочу вас предупредить, что времена у нас сложные, вы видите, это давление жуткое со всех сторон, и они полагают, что они могут как-то меня наклонить и страну развалить. Я в очередной раз говорю, я не наклоняемый. Я умею слушать, делать выводы, учитывать чужое мнение, идти на компромиссы, но наклонять меня бесполезно, потому что есть вы, есть Беларусь и есть вот эта красота, которую мы не можем никому отдать. Мы не можем, и вообще зачем? Если кто-то хочет, чтобы мы кому-то это сделали, пожалуйста, платите деньги, мы за три месяца вам сделаем. Но давит нас бесперспективно. Поэтому пугать будут. Но нам надо успокоиться и заниматься своим делом. Еще на полях много картофеля. Лен сегодня убрали, надо его переработать, чтобы была своя одежда. Если вдруг, сегодня на полях овощей, море, хороший урожай, это надо собраться, хранить для того, чтобы было чем кормить детей и самим было поесть. Ну, в общем, все у нас есть для того, чтобы обуться, одеться и поесть. Поэтому выживем. Как бы нас тут не пугали, как бы нам не советовали МВФ, Россия, Европа, у нас есть свои мозги. Мы будем исходить из того, что есть. Еще один вопрос в продолжении экономического блока. Следует ли готовиться к девальвации рубля после Нового года? Это тоже из прогнозов специалистов оппозиционного толка. Готовьтесь к тому, чтобы спокойно жить и кормить свои семьи. Вот это я вам определенно говорю. Сегодня не только у нас говорят о девальвации, еще какой-то национализации, приватизации и прочее. Я уже считаю, что в России уже заговорили о девальвации чуть ли не 20% российского рубля. Блев полный, что в России, что в Беларуси. Еще раз подчеркиваю, вот это уж точно все зависит от нас. Это нагнетается обстановка. Самый простой вариант, чтобы в финансовой и экономической сфере дестабилизировать обстановку, это породить панику у населения. Ай, завтра вот с рублем что-то будет и так далее. Люди, бегите в обменники, меняйте на доллар. Так же? Это же мы не первый раз переживаем. Ну, совсем недавно это было. Я предупредил людей, не бегите. Нормально будет. Тот, кто побежал, вернулся назад. Обвалились? Не обвалились. И сегодня мы не собираемся обваливаться, если этого не захотят люди. Если они не начнут паниковать. Ну, у нас достаточно золотовалютных резервов, чтобы рассчитаться одномоментно с людьми, если они захотят взять свои вклады. Пожалуйста, забирайте. Но я еще раз говорю, мы должны видеть перспективу, мы должны родить и болеть за свое государство. Не надо никаких слушать этих шарлатанов. Еще раз подчеркиваю, мы полностью выполним свои обязательства, взятые в этом году по девальвации национальной валюты. Наоборот, рубль усиливался в последнее время, что тоже не очень хорошо для наших экспортеров. И мы не собираемся национальную валюту в угоду кому-то девальвировать. Надо будет, как и в прошлые времена, заранее мы скажем об этом, что вот, и вообще мы коридор определяем на целый год, и на будущий год мы тоже его объявим. Если мы будем девальвировать или укреплять рубль. Поэтому все это болтовня. Болтовня с одного и того же кабинета. Связано это с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Насколько сильным ожидается внешнее давление со стороны России, Запада на белорусскую предвыборную кампанию? Сейчас на эту тему слишком много рассуждений. Никакого внешнего вмешательства в ситуацию в нашей стране не будет. Будь то с Россией, как сегодня нас пугают, не то с Запада, с Америки и так далее. Они что, дураки, они что, не знают ситуации, которая сегодня сложилась в Беларуси? Ну что, они не понимают, какая ситуация? Понимают. Ну если даже они попытались бы где-то нас уколоть один-два раза, мы это не исключаем и так далее. Но мы это переживем. И мы к этому готовимся. Поэтому посмотрите. Никакого внешнего вмешательства абсолютно не будет. Тем более, что выборы мы как начали, так и проведем транспарентно, открыто абсолютно. Идите, смотрите, идите прямо к столу, считайте бюллетени. Кто за кого отдаст голоса, кто за кого проголосует. И я, и вы, мы знаем обстановку, которая сегодня складывается в Беларуси. И в плане выбора уж она, если уж она меня не очень беспокоит, так вас, наверное, тем более не должна беспокоить. Я сделаю все для того, чтобы выборы прошли спокойно и чтобы судьбу нашей страны сегодня и завтра решали вы. Это тот момент и тот день, когда только вы решаете, что будет и как будет. И никто не имеет права забрать это у вас. Это право забрать у вас. Поэтому никакого вмешательства изне мы не допустим. И его и не будет. Да будет. Кто-то там по-белорусски скажет, что плявузгает. Будут пугать нас, будут кричать. Убьем, повесим, утопим. Я, знаете, уже 16 лет это слышу. И что, вот смотрите, живой, здоровый перед вами стою. Еще одно наблюдение последнего времени. Многие потенциальные кандидаты в президенты, которых принято называть западниками, сейчас усиленно разыгрывают так называемую российскую карту. Некоторые эксперты даже высказали мнение, мол, ключи от выборов находятся в Кремле. Вопрос. Так где же эти ключи? Ключи от выборов в Беларуси находятся сегодня у вас в кармане. Даже не у меня, а не у вас. Мое дело как президента, несмотря на то, что я участвую в этих выборах, обеспечить абсолютную прозрачность и честность на этих выборах. Вы понимаете, почему я больше всего в этом заинтересован. И дело не в том, признают, не признают, легитимен, нелегитимен. Ведь мне надо, чтобы вы воистину реально поддерживали президента, а не с точки зрения фальсификации. Ну и зачем, чтобы пять лет потом упрекали, что мы фальсифицировали эти выборы. Самый заинтересованный человек, чтобы эти выборы прошли открыто и честно, это я. Вы это должны знать. А ключи сегодня не в Кремле, а в Минске, в Гродно, в Лиде, в маленьких деревушках, в селах, в карманах наших ветеранов, пенсионеров, студентов, молодежи, военных людей. Вот там эти ключи. Никаком Кремле, никакого влияния Кремль на эти выборы не окажет. Но если и окажет, как было до сих пор, то только в плане положительного с точки зрения нынешней власти. Вы знаете, что эта вся грязь сыграла на руку не им, а нам. Дай Бог, чтобы они безмозглой дальше вели эту кампанию. Что касается, вы очень правильно подметили, действующие лица одни и те же. Вчера они играли на скрипке западной, сегодня они играют на балалайке в Москве. И этим они себя полностью уничтожили. Неужели вы не понимаете, что это люди вообще, которые не имеют не то что стержни, а не мозгов не имеют? И у меня складывается впечатление, они вообще-то хотели прийти к власти в Беларусь? Наверное, нет. Это их бизнес, я же вам говорил. Платили на Западе, брали деньги там. Они едут не только на смотри на Олеся туда. Они едут туда для того, чтобы получить хорошие деньги. Есть люди, которые эти деньги им платят. Мы знаем, кто платит эти деньги. На здоровье тоже инвестиции в наше общество. Выборы закончатся, деньги у них останутся. Может, кто-то что-то купит на нашем рынке, заплатит деньги. Поэтому нам надо успокоиться и меньше смотреть по сторонам. Еще раз говорю, никому мы ключи от выборов не отдадим. Они будут у белорусского народа. Впрочем, достаточно острые вопросы не повлияли на настроение президента. В завершении разговора Александр Лукашенко еще раз поздравил всех с праздником, который, похоже, действительно получился. Александр Злобин, Дмитрий Буй, Денис Ткаченко, ОНТ.